МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основная задача сегодняшних мероприятий излечения из транспортного потока путем скрытого контроля нарушителей правил дорожного движения. Работать вы будете все исключительно в смешанном патрулировании. Здесь у нас будут экипажи ДПС в привычном исполнении с ведозильской окраской и проблесковыми маяками, а также в гражданском исполнении транспортного средства служебного. Первая и основная задача это фиксация в потоке транспортных средств нарушений правил дорожного движения и передача по радиостанции экипажу соответствующего данных о транспортном средстве для последующей его остановки и установлено законом порядки фиксации нарушения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Масштабный рейд с применением метода скрытого патрулирования прошел в краевом центре. Порядка 150 сотрудников дорожно-патрульной службы выехали на улицы Ставрополя, чтобы выявлять и пресекать неправомерное поведение на дорогах. За два месяца работы третьего специализированного взвода, который работает исключительно по пресечению в потоке в скрытом патрулировании нарушений права дорожного движения, показал свою однозначную эффективность. Резонансные нарушители уже задержаны и которые имели за собой серьезный богат нарушений, которые считали, что когда нет визуальном обозрении экипажей ДПС, камер, что они не будут замечены. В данном случае как раз-таки этот метод позволяет именно таких хамов с агрессивным уважением извлечь именно из транспортного потока. И самое главное, в режиме онлайн, как говорится, сразу же данный нарушитель будет остановлен и привлечен к ответственности. Значит, мы расширяем сферу данного метода работы. Сегодня привлекаются к мероприятию порядка 150 сотрудников госинспекции. Из них более 100 экипажей дорожно-патрульной службы привычные для граждан с окраской, с проблесковыми маяками. А также привлекаются более 15 транспортных средств служебных без раскраски, где будут сотрудники полиции находиться, ГИБДД, без форменной одежды, но вооруженной видеокамерой, регистратором. И сегодня они будут разбиты на 12 секторов и будут отрабатывать 12 магистральных с наиболее, значит, аварийными участками движения мест. Метод скрытого патрулирования позволяет выявлять нарушителей прямо в транспортном потоке. Один патруль, обычный, ничем не выделяющийся автомобиль, зафиксировав нарушителя в потоке транспорта, передает информацию патрульному экипажу, который, в свою очередь, останавливает нарушителя и оформляет протокол. За два месяца существования спецвзвод выявил более 1100 нарушений, причем, можно сказать, на любой вкус. Основные нарушения это выезд на полустречного движения, проезд на запрещающий снасутофор, тонированные транспортные средства с нарушением технического регламента, ну и в том числе это и перевозка пассажиров, перевозка детей и другие нарушения. В ночное время это состояние опьянения около расположения увесительных заведений, мест отдыха в ночное время, граждан, ночные клубы, бары, рестораны. Там скрытый патруль спокойно выявляет водители, которые в неудокальном состоянии садятся за руль в состоянии опьянения и дальше незамедлительно уже передают рации экипажам. И там же мы останавливаем очень эффективный способ. Сегодня в ночное время кто с вами останется, можете использовать. Сегодня пятница, предвыходной день, так что сегодня у нас будут результаты. Начальник краевого управления ГИБДД особо подчеркнул для всех участников рейда, что никому из нарушителей поблажек не будет. Отдельно напоминаю, что закон и правила дорожного движения, они едины для всех в случае фиксации нарушения допущенного сотрудниками силовых ведомств, на которых распространяется особый порядок привлечения к ответственности. Соответственно, и в особом порядке мы привлекаем к ответственности всех, без исключения должностных лиц по закону. Кому-то что-то где-то будет неясно. Еще раз говорю, на каждом секторе находиться будет сотрудник аппарата управления ГИБДД, в том числе и я буду участвовать в мероприятиях и в скрытом патрулировании, и внесении службы. «Пожалуйста, выходим на старших, выходим на меня и установленным законом порядка привлекаем к ответственности». Выехав на улицы города, искать первых нарушителей пришлось недолго. «Скрытый патруль дал наводку на нарушителя, а далее обычный патрульный экипаж его остановил, чтобы оформить правонарушение». «Видите, 100%. Тряпка есть? Нет. Сюда смотрите, 2,2%. Водитель затонированный, как говорят в народе, в хлам шестерки «Жигулей» объясняет сей факт слишком солнечной погодой. «Жарко, только из-за этого. Солнце меньше проходит. Они знали, что штраф затонировал? Узнали». «Решили, да, все равно от сердца спасаться?» «Да». Не успел наш скрытый патруль зафиксировать одного нарушителя, как практически сразу обнаружился еще один. «Смотри, приор, и потому, что говорил нашей съемочной группе водитель, он очень не любит быть на виду». «Вы услышали меня? Мы будем продавать в суд, если мое лицо где-то, или мои номера, или моя машина где-то появится». А вот некоторые автолюбители, например, не знают, что тонировка передних стекол запрещена. «А почему он затонированный автомобиль?» «А что, нельзя что ли?» «Ну, нельзя, по правилам». «Вообще складывается ощущение, что некоторым автовладельцам легче спорить с полицией и тщетно пытаться что-то доказать своим поведением, чем просто не нарушать». «С какой целью нарушаете, Дмитрий Сергеевич?» «Собственно, на удовольствие». «На удовольствие же надо платить в курсе». «Так я заплачу, за удовольствие». «Правильно. Там штраф 500 рублей в курсе». «Я заплачу, что надо платить. Я понял. «Почему требования сотрудника не выполнили об устранении неисправности, при котором запрещена эксплуатация на месте?» «Требования вам инспектор выписал». «Все есть, видео есть, при понятых, все есть, на заборе тоже написано. Бери про постановление. Сейчас замеры сделаем, понятых остановим». «Сейчас с вашим присутствием замерим». «Подождите, сейчас». «Весь он снимет, белки». «Сейчас мы замерим, этом уже его право снимать там, снимать вот, сто процентов, сто процентов, как положено». «Если водитель устранит причину, поедет дальше?» «Может, конечно, проходь дальше». «Если устранит, правильно, снимем, так, так, там даже не видно, попадает, не, все, 3,3%». «Попускаем». «Попускаем», подойдите, пожалуйста, посмотреть. «Проходит, там, 5, 3, да?» «Проходит, 0,70». «Сейчас лобовой замерим». «Давайте с машины, идем». «Давайте с машины, что сейчас будет?» «20, 23, 4, обойди, обойди сюда стараться». «23, ну, грубо говоря, 24». «Скрытому патрулю, с которым ездила наша съемочная группа, попадались в основном нарушители по тонировке. Всего же по всему городу за 8 часов рейда было составлено порядка 250 административных материалов. 84 автолюбителям пришлось избавиться от тонировки. 15 водителей не пропустили пешеходов на пешеходном переходе. На запрещающий сигнал светофора выехали 9 человек. В 30 автомобилях дети перевозились без детского удерживающего устройства. Двоих граждан уличили в нарушении закона о тишине. Кроме того, из транспортного потока было извлечено два водителя в состоянии опьянения. Нашлись и граждане, которые метод работы госавтоинспекции не оценили. Попытались спорить и не повиноваться законным требованиям автоинспекторов 4 водителя. На них были составлены административные протоколы по статье 19, часть 3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Все четверо были доставлены в дежурную часть. Им грозит до 15 суток ареста. В ГИБДД пообещали, что подобные рейды будут продолжаться и дальше. Сейчас я не могу вам говорить, как будет это часто проводиться, по мере необходимости. А необходимость она постоянная. Так что я думаю, что мы доложим начальнику главного управления все результаты и практику такую ведем. И будем теперь непланово проводить по территории Сарапольского края. Сегодня мы официально освещаем, доводим, рассказываем. Не нарушайте и в потоке. Не грубо, агрессивно не водите транспортные средства. А в дальнейшем это все будет внепланово, внезапно. Чтобы нарушители не знали, где мы появимся, в какое время. Пускай не нарушает правила дорожного движения.